Начало 12-го в Москве. Среда, это означает, что в ближайший час мы будем говорить о спорте и все, что касается так или иначе наших побед, наших завоеваний. И сегодня для меня совершенно удивительная встреча. Честно говоря, я достаточно много езжу и снимаю и с представителями совершенно разных видов спорта сталкивалась. Но вот в моей творческой спортивной биографии, увы, пока не было роли спортсменов. Тем не менее, вид спорта существует, федерация существует, спорт развивается. И мало того, насколько я понимаю из интервью, амбиции у федерации достаточно такие серьезные. И, соответственно, решили поговорить о том, что же нам ждать в России и в мире от роллер-спорта. И ждем в гости, вернее, уже даже дождались в гостях у нас Владимир Ткачев, президент федерации. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Слушайте, ну вот действительно для меня было удивительно, что, во-первых, федерация существует, во-вторых, она работает. Я ведь помню эту историю, когда федерация создавалась одна, потом другая, а потом она не работала. И, наконец, появились люди, которые готовы что-то делать, делают и, мало того, уже могут похвалиться и похвастаться своими успехами. Вот эта история с федерациями, она в итоге завершилась тем, что теперь роллер-спортом занимаетесь исключительно вы с единомышленниками, с ребятами, которые готовы, в общем, дневать и ночевать ради любимого вида. Ну да, там была довольно долгая история, но в результате федерации, которые на тот момент существовали, то ли не прошли переаккредитацию, то ли еще что-то, они, в общем, пропали. И в 2004 году мы создали ту федерацию, которая работает сейчас, и мы готовимся к расширению и к аккредитации в расспорте. Это для нас долгий путь, потому что нужно собрать очень много документов, и мы этим занимаемся. Это едва ли, наверное, не большая часть вашего времени уходит именно на бумажную работу. Ну, к сожалению, да, это очень долгий процесс, потому что долго приходится налаживать связи, долго приходится получать ответы из регионов. И для нас это долгий процесс, который длится уже даже не первый год. Ну да, с 2004, да? Ну, с 2004 мы начали работу, а чуть позже уже, когда мы начали понимать, что из межрегионального статуса нужно переходить во всероссийский, мы начали работу уже по созданию Всероссийской Федерации. И вот сейчас мы, наверное, ведем самый активный процесс, который можем себе позволить в силу недостатка свободного времени. Это как раз сбор документов и подготовка к перерегистрации во Всероссийскую Федерацию и аккредитацию затем в расспорте. Но вы как человек, возглавляющий организацию, ваши помощники, вы практикующие спортсмены или у вас сейчас все время уходит только на создание именно вот этой структуры? Ну, в большинстве случаев сейчас это уже не практикующие спортсмены, а больше тренеры, преподаватели и учители, которые помогают другим спортсменам. Частично это просто энтузиасты, роллеры, которые даже не спортсмены, а просто роллеры, которым не безразлично, как это развивается, и они помогают тем, чем могут сами. Вот. И кто-то бывший спортсмен. Вы сами наверняка катались и сами, может быть, наград какие-то имеете? Ну да, там мое самое большое достижение это третье место на чемпионате мира в 2005 году. Вы как-то сказали, Володь, об этом очень скромно, хотя на самом деле об этом нужно говорить громко. Чемпионат мира для вас как для неолимпийского вида спорта, это ведь высшая такая турнирная карьерная лестница. Ну, наверное, да, хотя это был такой маленький чемпионат мира, потому что и федерация тогда тоже международная была по фристайлу, именно маленькая, и представители там, в большей части, были европейцы. Поэтому, ну да, это было третье место на чемпионате мира, и немножко еще наград уже на более маленьких турнирах, которые у меня были. А вот смотрите, понятно, что для того, чтобы вид спорта вошел в олимпийскую семью, нужно, чтобы он развивался там в 75 странах, чтобы там определенное количество было занимающихся. Для того, чтобы вид спорта был зарегистрирован официально и была создана федерация, какие критерии вы должны соблюдать, и вообще, сколько сейчас занимаются именно этим спортом, как спортом в России? И что вам дает создание федерации, вот с точки зрения, может быть, не знаю, каких-то функционально-правовых свойств? Ну, как вид спорта мы уже зарегистрированы, мы в первом разделе реестра видов спорта. Это говорит о том, что, по крайней мере, этот спорт признан как вид спорта. В России или в мире вообще? В России. В мире он очень давно признан. То есть мы чуть отстаем? Ну, в некотором роде, да. Но к нам и роликовые коньки гораздо позже пришли, чем в мире. Мы вот сейчас вернулись к чемпионату мира по фристайлу, одновременно проходил 58-й чемпионат мира по фигурному катанию на роликовых коньках. А мы участвовали? В фигурном катании нет. У нас не так много людей, практикующих фигурное катание. И мало того, в мире в основном развито фигурное катание на квадах. Это ролики, у которых попарно стоят колеса, а не инлайн. А у нас в России именно инлайн роликовые коньки больше развиты. У нас есть очень хорошие спортсмены в фигурном катании, но пока мы не принимаем участие. Не до чемпионата мира еще доросли пока. Ну, я даже не могу сказать, до чего мы пока не доросли в фигурном катании, потому что мы на самом начале этого пути. Отстаем недолго. На 58 чемпионатов. Цифра такая удручающая. Так, теперь возвращаемся к тем преференциям, которые получает вид спорта, если он зарегистрирован и у него есть своя федерация. Ну, сейчас мы не получаем никаких преференций, потому что мы не аккредитованы в Росспорте. То есть в Росспорте может быть аккредитована только Всероссийская Федерация. Для этого мы должны сначала получить Всероссийский статус, подать документы на регистрацию в Росспорте, аккредитоваться, аккредитовать отделения в регионах. А таковые имеются? Уже есть федерации, да, региональные. В региональные. Назовите хотя бы парочку. Красноярская Федерация, Пензенская Федерация, потом во Владимире есть федерация, в Ярославле заверегистрировано. Центр России, в общем, катается, где лето чуть подлиннее. Ну, Красноярск не совсем. Ну, да, Красноярск пока единственное исключение. Хотя, в принципе, наверное, чисто географически они ближе к центру, чем Москва. Вот. И они уже налаживают контакты со своими местными спорткомитетами, получают какое-то субсидирование оттуда. Даже так. Да, выигрывают гранты. Но все равно для полноценного получения какой-то государственной поддержки нужна аккредитация в Росспорте, аккредитация их как отделений. И в этом случае они смогут включать свои соревнования в календарный план и получать поддержку на организацию соревнований. Позволит. Ну, я так понимаю, что, несмотря на незавершенность работы, соревнования проходят и в регионах, проходят соревнования и в Москве. И, как мне кажется, это тот вид спорта, он демократичный и позволяет, в общем, от совсем маленького до уже желающего взрослого мужчины встать совершенно спокойно на ролики и посчитать себя вполне себе спортсменом. Ну, конечно, не каждый человек, встающий на ролике, считает себя спортсменом. Это как бег. Кто-то бегом, трусцой занимается каждое утро и не считает это спортом, а просто для поддержки, собственно, здоровья. А кто-то занимается это на профессиональном уровне. С роликами и коньками примерно такая же история. Катаются реально миллионы людей, и при этом какая-то часть из них увлекается и становится спортсменом. Конечно, сейчас мы все это на любительском уровне. Каждый занимается этим в свободное от работы или от учебы время. То есть у вас есть у всех основная работа? Конечно. То есть это вот энтузиазм, помноженный на желание помочь виду спорта? Да. А сколько вообще вы никогда не считали? Понятное дело, что миллионами, действительно, вашими словами, людей катаются на роликах. Сколько именно профи в России сейчас? Ну, опять же, что считать профессиональным? Те люди, которые ездят на соревнованиях, которые совершенствуют мастерство и хотят попасть на 59-й чемпионат мира по фигурному катанию. Ну, я думаю, что, наверное, это зависит, конечно, от дисциплины, потому что в роли-спорте очень много дисциплин. Да, я вчера читала, поняла, что потребуется ваша помощь, чтобы объяснить каждый из этих. Скажем, во фристайле, это то, чем увлекался я, и о чем я, собственно, знаю, наверное, больше всего. Человек 20, который постоянно участвует в международных соревнованиях, либо за счет спонсоров своих персональных, либо за свой личный счет. Даже так? Да. Энтузиазм. Да, ребята ездят, причем вот ребята ездили за свой счет в Тайване на чемпионат мира. Ну, это, собственно, недалеко, 500 рублей билет. Вот. Самый массовый спорт, наверное, это спецкетинг, роликобежный спорт. В нем принимают участие гораздо больше людей, от мал до велик, потому что, ну, грубо говоря, проехать 5 километров может каждый. Не каждый может проехать так быстро, как спортсмены высокого уровня, но именно это привлекает больше всего людей в этот спорт. Ну, это просто, скажем так, в отличие от фристайла. Ну, фристайл более технический, так скажем, вид спорта, в котором требуются навыки катания, владения роликовым коньком. Хотя, опять же, для того, чтобы стать хорошим роликобежцем, нужно очень много тренироваться и очень много ставить технику катания, которая несколько отличается даже от конькобежного спорта на льду. Вот. И для того, чтобы достичь высоких результатов, конечно, тоже нужны очень долгие и сильные тренировки. Ну, собственно, наверное, это можно сказать про любовь от спорта и вышеупомянутая легкая атлетика. Одно дело, когда ты бежишь для себя, другое дело, когда ты смотришь на соревнования, понимаешь, что техника бега у того же легкоатлета в разы красивее и интереснее. Ну, да, собственно, о том, как развивается ролерспорт, мы будем продолжать говорить и дальше. Мне очень хочется послушать о наших победах на международной арене, надеюсь, они у нас есть, но об этом через две минуты. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня у нас в гостях Владимир Ткачев, президент Федерации ролерспорта России. Говорим о том, как этот спорт развивается и в России, и в мире. Владимир, еще раз вас приветствую. Доброе утро. Вы начали рассказывать по поводу того, сколько людей занимается и кто считается профессионалами в России. Вот наши люди там, на чемпионатах мира, на европейских первенствах, на каких-то, может быть, коммерческих стартах и турнирах, они достойно выступают. У нас хорошая, в общем, школа, даже при всем том, что мы не очень давно в это течение международное вливаемся. Ну, в разных дисциплинах у нас разные достижения. Например, в стрите это агрессивное вид катания, как парковое, так и городское. Наши ребята одни из сильных, сильнейших в Европе, но довольно тяжело конкурировать с американцами или с кем-то еще, где культура стритового катания поставлена на поток, где скейт-парков огромное количество и погодные условия, позволяющие кататься практически круглогодично. Ребята ездят на турниры. Наверное, у нас нет очень больших побед в этом спорте, но какие-то локальные достижения есть. Что касается спидскейтинга, ребята участвовали в чемпионатах мира, были одними из лучших дебютантов на чемпионате мира в Сеуле. Сейчас участвуют в марафонах по Европе, и есть ребята, которые занимают призовые места на марафоне. Вот есть серия эстонских марафонов. Это ребята из Санкт-Петербурга, и мы в Эстонии рядом. Они ездят и даже где-то побеждали, занимали призовые места. А марафон это в стандартном понимании? 42 километра. То есть они на роликах преодолевают вот эту дистанцию? 42 километра. А какое примерно время? Это просто интересно. Около часа. Около часа. Плюс-минус зависит от конкретной трассы, по которой проходит, потому что чаще всего это проходит по городу. Наверное, самый массовый марафон в Европе – это Берлинский марафон, на который наши ребята ездят постоянно. То есть именно для роллеров Берлинский марафон? Есть же знаменитый легкоатлетический Берлинский марафон. Это Берлинский марафон, роллерский Берлинский марафон. И ребята ездят, и наши лучшие спортсмены приезжают в первом паке Это первая группа спортсменов, это считается очень хорошим достижением Потому что удержаться за лидерами это тяжело Ну, Владимир, расскажите мне такую историю Я понимаю, что мы только начинаем, и тем не менее у нас есть какие-то награды Есть какие-то заслуги, где ребята этому учатся, кто их учит Ведь, по сути дела, для того, чтобы появлялись хорошие результаты Нужны хорошие тренеры, профессиональные, которые сами бы учились Может быть, сами когда-то катались, повышали мастерство У вас как-то происходит процесс накопления знаний и передачи опыта? Ну, в большинстве случаев все начиналось с того, что люди искали какую-то информацию в интернете Читали книги, кто-то тренировался, кто-то консультировался с тренерами из конькобежного спорта Сейчас уже ребята привлекают специалистов, имеющих спортивное образование К подготовке, например, даже есть ребята из Украины, которые помогают Птихаря, пока их национальная федерация не слышит Все, что касается стрита, там, в общем-то, происходит все обучение в общении друг с другом Опять же, в просмотре видео и в постоянных падениях у живых и тренировках То есть наколейники и налокотники – это ваш основной элемент? Везде по-разному Везде по-разному Стрите, конечно, обязательное требование в соревнованиях – это шлем И это один из самых, наверное, опасных, травмоопасных видов спорта Но при этом очень часто пренебрегают защиты юные спортсмены И тем самым наносят в себе, конечно, повреждения Тот вид спорта, который у нас, наверное, больше всего достижений – это фристайл Здесь начиналось все точно так же Все начинали кататься просто Потом смотрели видео Потом часть спортсменов, которые закончили свое обучение, помогали нынешним спортсменам Затем мы потихонечку развивали детское направление И сейчас тон в Европе и в мире задают наши юные спортсмены А о каком возрасте мы сейчас говорим? Мы говорим 11-14 лет Сейчас лидер мирового рейтинга по женскому фристайлу – это россиянка Даша Кузнецова, ей 14 лет Даша, молодец, горда Есть у нас еще молодой талант Тимченко Сергей, которому 11 лет Он сейчас занимает 8 место в мировом рейтинге, его брат занимает 9 Поделили по-братски В целом, в этом виде спорта мы одни из лидеров И постоянно занимаем призовые места Мы еще ни разу не езжали ни с одного чемпионата мира без наград И стараемся держать планку высоко Я так понимаю, что коли вы пришли из фристайла, то наверняка с этими юными талантами сами занимаетесь Это ваши ребята? Даша, да, это моя ученица Сережа ученик Лики Баби Именно спортсмен, который сейчас закончил и занимается Она как раз очень много занимается с детьми И Саша Тимченко, да, это мой ученик Насколько родители легко отдают в конькобежный спорт? И сами же говорите, что, в общем, это большая скорость, это достаточно травмоопасно Или, в общем, если соблюдать правила и действовать так, как говорит тренер, то, в общем, все впорядкивают Ну, в скоростных дисциплинах очень строгие требования к безопасности И там обязательно наличие шлема и без него не пустят никуда Это логично Дети занимаются и участвуют в соревнованиях с разным успехом и в разных количествах Во фристайла дают даже, наверное, более охотно, потому что там скорости не такие большие И дети занимаются постоянно вместе, они общаются и развиваются, им интересно Мы начинали с фристайла, когда мы сделали исключительно детские соревнования, у нас было 19 человек Сейчас у нас почти под сотню участников на каждом, два раза в год, в каждом этапе, который мы проводим Ничего себе! Люди идут охотно, им интересно, им нравится, они хотят Да, людям интересно, потому что потихонечку меняется мнение, что роликовые коньки – это забава Ну, это фитнес, да, как пишут, это вот фитнес такой вышел Ну да, и к нам пришли роликовые коньки, как игрушка изначально Ну, в общем, да И к нему относились, как к игрушкам, никто не понимал, что это может быть спортом Хотя достаточно удивительно, ведь можно посмотреть на примере того же конькобежного спорта и понять, что перспективы-то очень большие Посмотрите, насколько зрелищно и интересны сейчас соревнования и сколько сейчас там разновидностей Да, и конькобежный спорт двигается в сторону зрелищности Появились забеги не одиночные, а уже групповые Отчасти это пришло из велоспорта, отчасти как раз из роликобежного спорта Потому что там массовые забеги – это одно из основных, что происходит И одно из наиболее зрелищных действий, которые можно увидеть Но наши ребята, помимо побед во фристайле, еще где-то могут похвалиться тем, что они лидируют и в рейтинге, и где-то в каких-то там турнирах они явные фавориты Ну, наверное, основные достижения у нас связаны с фристайлом А, нет, есть еще замечательная дисциплина – скейт-кросс Это кросс на роликовых коньках по трассе с препятствиями Препятствия либо такие же, как фигуры скейт-парка Либо это трасса, например, как мы в Москве организуем соревнования на трассе BMX BMX велодрома Амурский, большая им благодарность за помощь нам Третий год они уже помогают нам с трассой Это уникальные соревнования, больше в мире нигде не проводятся по роликам коньки Именно на трассе BMX, потому что большей частью они сделаны с помощью земляных фигур А в Москве она асфальтированная полностью Вас легко туда пускают? Говорят, а вы нам трассу сейчас порушите Но на асфальтированной мы порушиться не можем Мы можем сами порушиться, это да И поэтому все тренировки, которые перед соревнованием там проходят под наблюдением наших инструкторов постоянных И никого не пускают без защиты и обязательно под надзором, потому что действительно это опасная вещь И вот здесь у нас Илья Сухенко, один из сильнейших спортсменов мировых в этой дисциплине Он в прошлом году был первым в мировом рейтинге, в этом году, я не помню точно, но где-то он в десятке или в пятерке должен быть А начинали, Володь, вы так скромно говорили, что вот проводится такой-то чемпионат, а наших там нет и награды не очень у нас может быть весомые Оказывается, что и там у нас есть лидеры мирового списка, и здесь у нас есть Вот когда вы рассказываете про роллер-спорт, во-первых, конечно, хочу сказать, что вы совершенно влюбленный в это дело человека, у вас глаза горят А во-вторых, как мне кажется, это вот такая смежная дисциплина, куда, собственно, могут прийти и легкоатлеты, люди, которые любят бегать И спортивное ориентирование, тоже очень смежная для вас дисциплина Это и к никобежный спорт К вам приходят из других видов, говорят, ой, нет, все, там не хочу, там попробовал, давайте здесь попробую И как вы к таким перебежчикам относитесь? Ну, мы ко всем относимся хорошо, потому что человек, пришедший из другого спорта, это всегда опыт, которым он может поделиться А переучивать вам как тренера, наверное, это очень хорошо известно Учить легко, а переучивать в три раза сложнее Ну, честно говоря, из фигурного катания, который наиболее в этом плане, наверное, принципиальный, к нам мало кто приходит из ледового А из конькобежного, честно говоря, даже тоже сейчас не припомню Наверное, есть люди, которые катаются и на роликовых коньках летом Вот, чаще даже было то, что наши ребята, которые занимаются роликобежным спортом, пробовали себя на льду Даже так? А к таким перебежчикам вы как относитесь? Совершенно нормально, потому что зимой, если у них нет площадки, где тренироваться, им нужно где-то кататься Если есть ледовая арена, то почему бы не там? А техника не нарушается? Мне кажется, все равно разная Когда ты на коньках стоишь, когда ты едешь на роликах, даже коньки хоккейные и фигурные отличаются Несомненно, техника разная, но тут даже еще вопрос, кто получит преимущество Потому что 52-кратный чемпион мира Чад Хедрик из Соединенных Штатов, перейдя в конькобежный спорт Сначала над его техникой все смеялись, а когда он стал выигрывать олимпийские медали, то смеяться перестали И все сказали, так, где это там федерация, вот это, где можно позаниматься с роликом? Да, здесь вот процесс перехода получился, потому что роликовые коньки никак не могли попасть в Олимпиаду А сильные спортсмены из спецкейтинга решили попробовать себя там Вы достаточно много говорите, что у нас есть талантливые парни и девочки Где вы тренируетесь, помимо, конечно, Москвы? И есть ли у вас какие-то выездные базы, есть какие-то турниры? Как происходит процесс подготовки к соревнованиям? Своих баз у нас нету, больших... То есть вы с кем-то дружите? Мы дружим с ролик-дромами, с коммерческими, которые есть в Москве или в других местах Очень часто они даже заинтересованы в сотрудничестве с ребятами, которые занимаются Потому что ролик-дром может оказывать эту услугу, услугу инструктора Кто-то пытается где-то арендовать спортивные залы или холлы каких-то больших концертных залов Или, как, например, в Новороссийске это был морской порт Точнее, не порт, а мор-вокзал Ну, хорош такое соседство, для картинки красиво Да, и каждый находит, вот как может Специализированных спортивных строений для нашего вида спорта нету А нужны? Это очень печально Конечно, нужны, потому что для того же спецкейтинга, который наиболее массовый в мире Для него нужны, конечно, специальные треки и трассы для тренировки, для соревнований и для всего Потому что кататься по стопу, просто по городу, это совершенно не то Во-первых, в спецкейтинге существуют отдельные дисциплины, как городские, точнее по дороге, так и трековые А если нет трека, то на треке не потренируешься Давайте о том, как еще вы планируете развивать роллер-спорт в России, поговорим через пару минут Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился Традиционно утро среды мы проводим в спортивном режиме Сегодня говорим про роллер-спорт или роликобежный, да, как будет правильное? Ну, мы называем роллер-спорт, а роликобежный, как одна из дисциплин Дисциплин Президент федерации у нас сегодня в гостях, Владимир Ткачев Володь, ну, в общем, наверное, то дело, которым вы занимаетесь Продвижение этого вида спорта, оно требует и моральных, и материальных затрат Вот все вот эти услуги по аренде залов, по покупке коньков Оно, все вот это бремя финансово ложится исключительно на плечи спортсменов и федерации? Или как это происходит? Ну, у нас есть партнеры, которые помогают финансово и материально Это магазины роликовых коньков В разных дисциплинах это разные могут быть магазины, но... В принципе, они заинтересованы в том, что... Они заинтересованы в развитии, конечно, да, им интересно Они помогают как призами, так и материально Они спонсируют некоторых спортсменов, которые участвуют в соревнованиях Вот пока у нас именно в этом отношении наложено партнерство Иногда нам помогают в площадках и в каких-то призах Москомспорт То есть... То есть на вас уже смотрят? Нет, мы взаимодействуем очень плотно И как бы это обоюдовыгодное взаимодействие Мы участвуем в больших мероприятиях Москомспорта Ну, в общем, да, вы же зрелищные Вас вот на такие мероприятия, экстремальных видов спорта Приглашать же ведь одно удовольствие Интересно, здорово И нам интересно, потому что у Москомспорта есть площадки, которые привлекательны для нас Вот, нам помогает морально и всячески административно Школа Москомспорта по молодежным экстремальным видам спорта В лице директора Константина Пифермякова То есть вы не одиноки? Мы сейчас не одиноки Вы не бьетесь головой в стенку? Нет, ну мы иногда бьемся, но здесь уже есть какое-то взаимодействие Уже оно... Дышится легче Конечно, нам не хватает тренировочных площадок Особенно крытых, потому что у нас 8 месяцев в году зима и слякоть Ох, не напоминайте за окнами снег Да Но понятное дело, что в Москве с этим очень тяжело Потому что построить в пределах Москвы какой-то спортивный комплекс Тем более такой специализированный Это проблемно Но мы надеемся, что все-таки в конце концов что-то будет Потому что, ну, может так получиться, да, что роллер-спорт станет олимпийским видом спорта Ох, вы затронули тему, которую я люблю обсуждать с представителями абсолютно разных видов спорта И все туда хотят И самбо хочет, и всячески презентует свой вид спорта И хочется, я не знаю, всем тем, кто там еще не побывал парашютистом Вот вам что это дает? Понятно, что у вас, конечно, 75 стран точно занимаются вот это условие Да, там по распространению в мире, по длительности существования спорта По количеству стран в чемпионате мира, конечно, роллер-спорт соответствует дисциплинам Которые могут быть включены в Олимпийские игры Почему вы не там? Но этот процесс, за который голосуют члены МОК Которые имеют право выбора Роллер-спорт подавался, уже, по-моему, в третий раз подается Заявка на включение в Олимпийские игры Первый раз не выбрали никого Второй раз выбрали, по-моему, регби и гольф Это самое массовое вида Ну, скажем, прямо с ними очень трудно конкурировать Потому что это денежные виды спорта Конечно, финансовое лоббирование во главе угла Ну и, в общем-то, зрелищные, потому что регби смотрит довольно много Жаждущих крови и зрелищ И гольф тоже Вот Сейчас подана заявка, но результат ее неизвестен Конечно, я думаю, что я вряд ли бы хотел быть тем видом спорта Который бы заместил вольную борьбу в Олимпийск Согласна, да Реально, вот Но я, в общем-то, рад, что она осталась там Но если роль в спорте будет в Олимпийских играх, конечно, это даст определенный толчок к развитию Вот Но, конечно, при этом наша страна станет очень интересной ситуацией Если вид спорта Олимпийский, а тренироваться негде Ну, мне кажется, вы не одиноки в этом Потому что представители достаточно многих видов спорта, особенно приезжающих из регионов Они жалуются, что негде тренироваться Мне кажется, я уже неоднократно рассказывала эту историю Когда увидела на тренировке по степельчезу дисциплине, да, легкой атлетики Где есть препятствия спортсмена многократнейшего чемпиона страны Который бегает по лесу и преодолевает препятствия в виде поваленных деревьев И я говорю, ребята, ну вы же привезли уже столько медалей Вы были на Олимпиаде Они говорят, знаете что, чем хуже, тем лучше И правда, буквально на следующем турнире на России юноша выиграл Сказал, вот видите, а вы сомневались в наших способностях Видимо, у вас будет по тому же принципу, по тому же пути пойдете Чем хуже, тем лучше Тем более, что для каких-то, может быть, уже если планов олимпийских Может быть, что-то и построят Смотрите, у нас там и мир по футболу, и Олимпиада Может быть, и роллер-спорт попадет в эту финансовую такую корзинку Ну, я полагаю, что пока Олимпиада и Чемпионат мира по футболу Финансовая корзинка, очень мало кто может попасть Подождите, 2018 года, да, можно оттереть пот И об этом совершенно не беспокоиться Но, тем не менее, наверняка же у вас есть и такие желания подспудные Чтобы действительно это и произошло Чтобы вы каждый раз не приходили в магазин и не просили дойти денег Чтобы это было изначально вам выделено Я не знаю, какая там сумма, ну, грубо говоря, миллион рублей Вы знали, на что вы их потратите Хочется и сборы наверняка провести И не только в Москве, а куда-то выехать И там, может быть, среднее горье, чтобы другой был воздух Это же тоже хочется, чтобы был хороший результат Ну, несомненно, без отсутствия глобальной поддержки Мы в какой-то момент просто упрёмся в потолок собственных возможностей И не сможем развиваться дальше для того, чтобы можно было конкурировать То, что касается фристайла, здесь немножечко проще ситуация Потому что людям не нужна огромная площадка Достаточно пока тех электронов, которые есть Но в любом случае, когда фристайлеров станет гораздо больше Им всё равно места не хватит Что касается спецкейтинга, здесь ситуация совсем плачевная Потому что, ну, для того, чтобы тренироваться Нужен как минимум круг 200-300 метров На котором тренироваться И зимой, естественно, тренироваться совершенно негде А куда-то вот в легкоатлетические манежи попроситься нет? В большинстве случаев они покрыты резиновым тартаном Который малопригоден То есть он проминается На нём можно кататься, но это немножечко не то Ребят проходит там ежегодная гонка рождественская в Крылатском На велотреке Там тоже резиновый пол внизу выстелен Но это такая разовая акция Просто соревнования, которые там проходят Тренироваться тоже там не очень удобно Ну, в итоге, если вас кто-то куда-то пускает В основном вы там, да? В зимнее время, а так по улицам? В парках, на улицах, да Есть ещё вероятность попасть на какой-то стадион В котором беговая дорожка закатана в асфальт, например Ну, есть такой стадион, Сокол, например, на Курске На котором ребята тренировались и проводили соревнования Вот, потом, по-моему, там асфальт уже испортился И уже там не катались И вашими усилиями, в том числе, испортился Ну, нет, он просто разрушается со временем Сам по себе Ну, сейчас под эту программу всё-таки строительства И реконструкции спортивной инфраструктуры В городах уже асфальтовых таких покрытий Всё меньше и меньше Но в данном случае для вас это, конечно, безусловный минус Потому что тогда уж куда? Ну, да, ещё и плитка Ещё и плитка, да, тротуарная вот эта прекрасная Тут на каблуках не пройдёшь А уж вам ещё хуже Расскажите мне, Влад, я так понимаю, что это достаточно демократичный вид спорта И те же самые коньки, даже если они самые дорогие Уж никак не дороже хоккейной полной амуниции стоит Или всё-таки это другие цены? Другой порядок? Конечно, профессиональное оборудование стоит недёшево Ну, давайте просто вот называть порядок цен без упоминания Сколько? Скажем так, хорошие ролики для фристайла профессиональные стоят около 20 тысяч рублей Насколько их хватает спортсмену? Спортсмену, активно катающемуся, хватает на полгода, наверное Но здесь вопрос износа просто внутренних мягких частей А насколько нужно для спортсмена иметь тренировочные и ролики для выступления? Или это одна и та же пара? В большинстве случаев это одна и та же пара А учитывая, что из своего кармана платишь, то вытащить лишние ещё 20 тысяч Ну, кто-то использует роликовый коньки дольше Но вот просто я глядя на тех, кто тренируется постоянно и соревнуется постоянно Да, примерно полгода В роликобежном спорте, может быть, даже на подольше хватает Потому что там более жёсткие внутренние части Вот, но и там и коньки подороже Там 20 тысяч, это, наверное, начальный уровень Ну, не самый начальный, но более-менее приемлемый для катания Потому что там уже доходит до цен примерно в тысячу долларов за один ботинок За один ботинок? Да А можно купить? Дайте мне, пожалуйста, сегодня левый ботинок И через полгода я насобираю на правый Вот, но там дело в том, что подбирают всю ходовую часть дальше под себя Длину рамы, величину колёс, подшипники и всё остальное То есть это такой вот болид Формулы-1, который собирает спортсмен конкретно под себя Учитывая свои анатомические особенности строения Ну да, мало того, можно заказать ботинок, который будет сделан по слепку ноги Неплохо То есть это так называемый фулл кастом Это стоит от 1300-1500 долларов Вот, и дальше уже зависит от фирмы, в которую вы обратитесь Как-то я поторопилась, сказав, что вы демократичны Но это, опять же, это профессиональное спортивное оборудование Роликовые коньки, цена роликовых коньков начинается от нормальных От 4-4500 рублей, которые может купить каждый И кататься в своё удовольствие, и чувствовать себя хорошо Но тогда мы не говорим, что это спорт высших достижений И не говорим, что это соревнования чемпионата мира Это вот выйти вечером в своё удовольствие Да, это выйти вечером, да, дальше, чем дороже Там, грубо говоря, в диапазоне около 6-7 тысяч рублей Можно купить роликовые коньки, на которых можно начать катать какой-то фристайл Какие-то уже более спортивные вещи заниматься И чувствовать себя хорошо, в хорошей форме А как происходит вот этот процесс, когда ты пришёл сначала в магазин Купил обычные коньки, покатался Потом ты понял, что тебе хочется большего Ты начал заниматься, не знаю, самыми обычными дисциплинами, начальными Потом ты понял, что тебе хочется фристайла Как вот это происходит внутри? Вам, наверное, этот путь уже пришлось проделать? Да, я начинал с роликовых коньков Из категории, в которых отстёгивалась и рама Чтобы можно было ходить Со временем, если человек увлекается каким-то направлением Он начинает пробовать И что-то сначала получается А потом он упирается в возможности роликовых коньков Потому что большинство роликовых коньков Которые предназначены для обычного катания Они достаточно мягкие Они комфортные, хорошие Они мягкие и при прикладывании какого-то излишнего усилия Они просто прогибаются под вами Вы понимаете, что вам нужно что-то жёстче Вы идёте в магазин, покупаете роликовые коньки немножечко пожёстче И таким образом постепенно доходите до того, что вам именно нужно Затягивает Потому что со временем вы понимаете Вы хотите бегать Тогда вам нужен низкий ботинок карбоновый И с беговой рамой, и с большими колёсами Или вы хотите заниматься фристайлом или фрискетом Вам нужен жёсткий ботинок и с короткой рамой И вот здесь уже каждый выбирает сам для себя Всё это профессиональное оборудование возможно купить в России Или вы заказываете это, например, через интернет На соревнования приезжаете, покупаете или всё, пожалуйста И наши, в общем, тоже поставщики предоставляют такую возможность Сейчас уже всё можно купить в России Может быть, не всё разнообразие брендов Но в любом случае можно подобрать оборудование под себя И беговое, и фристайловое, и фрискейтовое И, в принципе, и для фигурного катания тоже можно подобрать Потому что ботинок для фигурного катания один и тот же используется Что в ледовом, что в роликовых коньках Единственная, соответственно, рама, которую можно купить или заказать Вот, их привозит То есть главное было бы желание и была бы энная сумма В зависимости от целей, которые преследует спортсмен Напоминаю, что сегодня мы в гостях принимаем Владимира Ткачёва Президента Всероссийской Федерации Роллерспорта И о том, какие соревнования, может быть, в ближайшем будущем мы увидим в России Тоже с вами поговорим, но это будет через пару минут Развитие роллерспорта в России Сегодня такая тема нашей программы Владимир Ткачёв у нас в гостях Человек, который возглавил в 2004 году Федерацию И постепенно, планомерно ведёт её к тому, что в конце концов Федерация будет одной из самых массовых И когда-нибудь, я так понимаю, что надежды есть не только у россиян, но и у представителей Европы и Америки Тем более стать олимпийским видом спорта Володь, вот где-то увидеть, где-то покататься самому, прийти в Москве, где это можно? Вот я вас послушала, наши слушатели, послушайте всё, я хочу Что нужно делать? Зависит от времени года Вот сейчас, прямо вот в ноябре, в декабре захотелось Прямо сейчас в Москве есть роллердром на Тульской, Roll Hall И есть роллердром в Марье на Фэнтези Парк Небольшой, он маленький, но на нём тоже можно покататься К сожалению, закрылся два года назад большой скейт-парк Адреналин Не выдержав условий финансовых Там была и стритовая зона большая, парковая и фитнес-зона Есть, по-моему, небольшой роллердром в Риотове Там есть тренеры на тех вышеупровненных объектах То есть профессиональные люди, которые будут скажут, что нужно делать Примерный возраст начала занятий И врачи, и мы не рекомендуем заниматься раньше 4-5 лет В зависимости от физического развития ребёнка Потому что именно на роликовых коньках За счёт того, что рама довольно высоко И плюс ещё появляется ещё одна степень свободы, как качение колеса Очень сильная нагрузка на голеностоп И может привести к неправильному формированию голеностопа у ребёнка После 5 лет, уже глядя по физическому развитию, можно рекомендовать катание При всем разнообразии направлений, при всем разнообразии дисциплин Которые включают в себя роллер-спорт Куда всё чаще люди идут? Что больше интересно? Там, где зрелищно? Там, где, может быть, наоборот, адреналиново? Как распределяется поток изначально приходящих по дисциплинам? Вы знаете, все по-разному Мне даже трудно сказать Конечно, самые массовые люди приходят и потом просто катаются Несомненно, это самый массовый сегмент А дальше уже во что они увлеклись, с кем они познакомились И кто их чем увлёк, вот туда и пошли Несомненно, всё равно беговые дисциплины самые массовые Потому что это, ну, просто на нашем уровне это самое простое Согласна Вот В стрите, конечно, приходится биться и стараться И получать травмы Но тоже, ребята, это отдельная культура Своя внутри роллер-спорта Я даже не думаю, что они очень любят называть себя спортом Потому что это отдельная тусовка Отдельный стиль общения Отдельный стиль, как выглядеть Отдельные кумиры, которые там существуют А вот Во фристайл приходят, увидев просто людей, которые катаются И человек хочет, например, попробовать повторить что-то подобное Ну, так пришёл я, так пришли, в общем-то, очень многие А, да, понимаю, что изначально-то, зародивших где-то в Европе Сейчас роллер-спорт, это в основном американские, скажем, да Так вот сейчас вид спорта или нет Где больше всего популярен? Если брать общее количество участников, то, наверное, в Азии В Азии? Самые массовые марафоны, которые проходят, это корейские марафоны, наверное Там десятки тысяч человек принимают участие Нет, я про шорт-трек всё понимаю Там они... я всё вижу сама каждый год на всех турнирах И они и здесь всё заполонили, простят они меня Ну, скажем так, опять же, зависит от направления дисциплины В стрите лидируют, конечно, Соединённые Штаты Здесь... Это подразумевается изначально В фигурном катании лидирует Европа, это Италия Ну и Россия должна лидировать, потому что фигурное катание – это всё-таки наш вид спорта Несомненно, ледовое фигурное катание – это наш вид спорта, но многие фигуристы даже не подумают о том, что существует такой вид спорта, как фигурное катание на ролике конькарта Всё с моим расскажем Да, я буквально недавно встречался с Ильёй Вербухом И мы общались там на предмет привлечения роллеров к различным мероприятиям И он был очень удивлён, когда искал информацию по ролям, что есть, оказывается, фигурное катание на ролике конькарта Ну, сообщили олимпийскому чемпиону, спасибо, Владимир Он нас с большим воодушевлением к этому отнес, ему очень понравилось Родственный вид спорта, чего же, конечно Конечно, очень интересно, и для него было открытием, что уже 58-й чемпионат мира проходился в Тайване Вот, но в целом, и я знаю, что некоторые тренеры по фигурному катанию не разрешают своим ученикам переходить летом, допустим, на роликовые коньки Потому что это портит технику как раз Да, о чём мы с вами говорили И здесь я вполне их понимаю, потому что если хочешь от человека результата, ты будешь добиваться Ну, понятно, что распыляться, если ты грезишь об олимпийской медали, наверное, не стоит Вы достаточно часто, насколько я понимаю, выезжаете на соревнованиях и привозите награды Ещё раз это подчеркну Проводится ли высокого ранга и уровня соревнования в Москве для того, чтобы вот заинтересованный самыми разными дисциплинами пришёл, посмотрел, как это, а не только на Ютьюбе? Да, по спидскейтингу у нас проводятся соревнования, ну, мы называем его открытый чемпионат федерации И на него приезжают все наши соседи из Белоруссии, из Украины и даже приезжал японец Нашествие азиатов Вот, по фристайлу мы регулярно проводим соревнования, которые входят в мировую серию и один из этапов наивысшего уровня, который там есть Приятно слышать, когда это бывает, что мы сразу... Обычно мы проводили в феврале-марте, в этом году по разным причинам, как раз из-за того, что закрылся скейтпарк, нам пришлось перенести его на конец октября То есть уже было, совсем, да Вот, в следующем году мы пока не знаем точно, но я думаю, что, наверное, опять осенью будем проводить То есть можно прийти посмотреть? Да, да, посмотреть на реально мировых лидеров И они приезжают, то есть они не на рюк? Они приезжают, нам очень любят приезжать иностранцы, особенно европейцы Почему? Потому что относительно недалеко, относительно недорого, чем ехать, допустим, в Азию, и при этом им нравится наш приём Я понимаю, а при этом отсутствие действительно специально созданных под роллер-спорт сооружений, их не пугает, спортивных? Нет, ну, фристайл, опять же, говорю, здесь не требуется огромной площадки и специальной прям такого спортивного сооружения Мы в этом году проводили соревнования в доме отдыха, который находится в 50 километрах от Москвы У них есть свой маленький роллер-дром, на котором мы замечательно поместились И все хорошо себя чувствовали, потому что они жили в этом же доме отдыха, питались и тут же... Они-то уже давно отвыкли, что можно без пробок добраться до места проведения соревнований Но, правда, это в 50 километрах от Москвы, поэтому это... Это ужас, просто темень! Просто невозможно, как доехать 50 километров Это хорошо, что мы в Красноярск не позвали, подморозили бы заодно Да, и каждый год мы проводим соревнования по скейт-кроссу Уже третий раз мы проводили И тоже это наивысший уровень соревнований, которые к нам тоже приезжают иностранцы и лидеры мирового рейтинга Володь, скажите мне, когда вы это все успеваете? Я так понимаю, что помимо основной работы, на которую уходит большая часть времени Все остальные, оставшиеся 12 часов, у вас уходят на роллер-спорт, вы спите? Да Час в день? Нет, часов 6, наверное, сплюдаешь, 6-7 Богатей Но по-разному, конечно, бывает Вот сейчас мы ездили в Модену И за 49 часов, что мы вылетели из Москвы и прилетели обратно Из них 24 часа мы прилили в дороге А что там было? Что был? Турнир какой-то? Да, турнир, который называется International World Cup Который проводят итальянцы Там 4 дисциплины Это фигурное катание, хоккей и верт Хоккей бывает на роликах? Да, причем их два бывает, два разных хоккея Так, мне кажется, если бы я загибала пальцы, считая дисциплиной, у меня бы уже пошли на ногах там вход И фристайл, который в этом году первый раз они проводили Это соревнования, которые приглашают спортсменов исключительно по приглашениям То есть, они собирают самых, наверное, лучших роллеров со всего мира Сколько было наших? Наших было двое Двое, что привезли? Даша первая приехала, Саша приехал пятый Слушайте, ну вы просто гиганты мысли отцы русского роллера спорта, вы молодцы Вот, да, и основная особенность этих соревнований, то что они впрямую транслировались по телевидению на ESPN На итальянском спортивном канале, на швейцарском и еще на каком-то спортивном канале Слушайте, то есть, это действительно есть телеаудитория, которая готова это смотреть и хочет? Возможно, иначе бы они не проводили это 12 лет подряд Слушайте, ну тогда это просто говорит о достаточно высоком уровне, и как здорово, что у нас есть золото Я вас поздравляю и мои наилучшие пожелания, и Дарья, которая у нас теперь будет, я так понимаю, следующим гостем Потому что таких героев мы не можем упускать Ну и желаю, чтобы вы, наконец, закончили все ваши оформительские дела, стали полноправной федерацией Но олимпийской я все-таки вам лицензии тоже пожелаю, раз вы туда хотите, пусть она у вас будет Спасибо Спасибо, Владимир Ткачев у нас был сегодня в гостях, президент федерации роли спорта Вставайте на коньки, катайтесь, вставайте на ролики, катайтесь, главное занимайтесь спортом, не лежите на диване Услышимся ровно через неделю, счастливо До свидания